Доброго времени суток всем смотрящим и следящим за каналом, а также и тех, кто здесь впервые. Итак, очередная процедура оценки качества маточного мицелия в банках. Эту процедуру приходится проводить регулярно после каждой партии. Наступает момент, когда эти банки должны уже переехать в холодильник. Иначе, сами понимаете, что здесь этот мицелий уже начинает перерастать. У него там внутри просто образуются уже грибные шапки. Этот мицелий уже давно нужно отправить в холодильник. Вот, давайте проанализируем наочно, что здесь происходит. Ну, в принципе, я просто делаю это без камеры обычно. Ну, сейчас вот сделаем с камеры и вот я буду озвучивать, что я из этого всего вижу. То и наблюдаю. Вот этими мицелиями уже их сразу можно снимать, вот эти банки. Вот, видите. Это штаммы. Это М5. Это П77. То есть, видим, они абсолютно созрели. Они даже уже перерастают. Их срочно нужно уже отправить в холодильник. Здесь есть, вот смотрим, что это такое. Это П77. Вот, видите, он здесь немножко не дорос, но четко видно, что никакой там плесени нет. Ну, рост будет зависеть от того, куда попала сама среда. Она, скорее всего, где-то растет отсюда. Возможно, маленький, немножко мелкий был кусочек агара. Поэтому произрастает она немного дольше. Вот, что тут еще такое интересное. Это ничего страшного, просто вот этими целями мы еще оставим немножко так на инкубации на полках. Пусть они там себе немножко еще подождут. Смотрим, что здесь. Вот М5. Видите, у него сверху даже там какие-то уже грибы там образовались. Нужно его отправить в холодильник. И что интересного здесь вот еще хотелось бы показать. Вот эта палочка гериция. Давайте посмотрим, как она себя там чувствует. Видим, что чувствует она себя там очень хорошо. Мицелий на ней очень хорошо пушится. По самой среде, как видим, мицелий и гериция, именно по этой среде, вот я заметил, он не совсем хорошо растет. Что-то ему там как бы не так. Но немножко там попали зернышки. Банка перед этим там не была хорошо вымыта. Ну, в принципе, это и не обязательно делать. Банка стерильная внутри. Она все равно чище, чем мы будем там ее шмулить водой под краном. И там, где прокатывалась палочка, она попала на зернышки. На зернышках прекрасно растет вот этот мицелий гериция. Это говорит уже о хорошем таком качестве этого мицелия. И там, если присмотреться там сверху на самой палке, вот видите, там пупырышка такая. Вот это, скорее всего, это уже там гриб начинает расти в этой банке. Ну, это палочковый. Вот посмотрим, как даже по самому способу роста можно, с опытом можно отличить мицелий. Ну, это так, довольно-таки все относительно, но реально вот видим. Это одновременно сделанные посевы вот этих банков. Видим, как выглядит М5 и видим, как выглядят герицы. В принципе, он даже принципиально растет совсем по-другому. Вот такие вот ниточки, но он делает вот такие вот очень интересные образования. И образование он делает намного раньше, чем успевает колонизировать даже сам полностью весь субстрат. Что отличает его, например, от шиитаки. Шиитаки до тех пор, пока не колонизирует полностью субстрат, он имеет совсем другой вид мицелия. Когда он полностью уже охватил всю емкость, он тогда начинает уже производить такой более генеративный мицелий и готовится уже к производству грибов. Этот же не ждал полной колонизации, а образует вот такие вот просто сростки. Сейчас мы посмотрим, ну, закончим вот с этим вот здесь. Ну, это видно реально, там уже в банке просто растет гриб. Видим, что колонизирована она довольно-таки жидко, но герицы не дожидается там, пока все колонизировать. Он очень так хорошо и активно внутри растет. Вот такой вот хитрый, интересный гриб. У меня вообще идея фикс этот гриб вырастить и переручить, так как вешенку. Вот. Ну, здесь палочковый материал рейши. Тоже довольно-таки своеобразный. У них своеобразно они по-своему так растут. Тоже довольно-таки, ну, ему уже пора давно в холодильник отправиться. Что здесь? Это мы смотрели. Там интересная еще штука есть у меня на чашке. Хотелось бы показать, только сейчас я не готов влезать в ламинарный шкаф. Вот, видим еще один вариант. Хорошо видно, что образуются вот такие вот сростки, что это, ну, это не что это, это приморди. А вот с другой стороны видим, что здесь даже еще нету мицелия. То есть грибы он как бы образует вот как-то со старта, ну, и сразу можно сказать, что этот материал, здесь рапс и овес, на этом материале он себя чувствует прекрасно. То есть можно сделать вывод, что где-то на таких материалах его и нужно высевать. Ну, естественно, добавить древесины. Это древоразрушающий гриб. Он будет по качеству лучше, по питательным свойствам, по лечебным свойствам. Он будет намного лучше, если на нем все-таки будет древесина. Ну, и здесь тоже покоятся какие-то... А, это маточник шиитаки. Довольно-таки хорошо он взялся, довольно-таки быстро он зарос. И уже тоже его нужно срочно пересеять, потому что здесь видим вот черное пятно. Вот тут мы уже видим. Это, я так думаю, что уже начинает образовываться полифенолоксидаза. Это говорит уже о его старении. Его нужно или пересевать. Да, полифенолоксидаза уже начала образовываться. Да-да-да, уже конкретно вот видно на пакете. Там камера... Трудно выбрать вот эти места, но уже видно вот черные пятна вот эти. Это не что иное, как образование полифенолоксидаза. Этот мицелий начинает перезревать. Срочно или при плюс один в холодильник, или срочно пересеять. Так, ну и вроде бы все посмотрели. Вот такой вот материал. Ладно, давайте залезем, посмотрим, что там у нас еще в ламинаре происходит. Да, в принципе, правильно мы сделали. Мы сюда забрались. Вот так даже лучше, так лучше видно. Это пробирки на инкубации, на карантине. То есть ждут своего звездного часа. Стекла такие вот, это они не грязные. Это они от постоянной обработки этим лизофармином. Они просто уже налипают вот эта штука. Нужно ее будет вытереть. Но все равно никуда не денешься. Перед каждым открытием нужно это обрабатывать. Вот, смотрим на это чудо природы. Так, как бы нам выбрать такой вот ракурсный против света. Может вот так вот лучше это будет. Видим сверху вот этот коралл какой, такой красивый. Вот это образование уже самого гирицы. Он растет на палочке. И можно сделать вывод, это очень хороший мицелий. Очень активный. Он не дожидается никаких там благоприятных условий. Пользуется тем, что есть. Очень хорошо растет. Мне бы как-то хотелось его лучше сфокусировать. Но уже так будет. Вот. Ну и палка такая, видите, такая пушистая, как вата на ней просто. Но саму среду она что-то так вот не спешит. Подхавывать это не страшно. Но палочка довольно-таки хорошая. Из нее мы сделаем соскоб. И в дальнейшем сделаем ее на жидкой питательной среде. И в принципе нам это не так важно. Будет она использовать эту среду или не будет. Это совсем не важно. А вот здесь для сравнения. Видим как растет культура рейши. Довольно-таки он... Рейши сразу можно отличить от всех остальных грибов. Он растет не таким пушистым, а таким плотным. Плотными мицелиями он так покрывает всю среду таким вот густым-густым мицелиям. Те вот включения, которые видим вот здесь, это не что иное попала инфекция. Но это неудивительно, потому что эта палочка взята из инфицированной банки. Просто мне ее стало жалко выбрасывать, что у нее такая будет печальная судьба. Что она попала в инфицированную банку, на которой не была выдержана на карантине. И в принципе готовилась там к выбрасыванию. Но потом я решил, что все-таки ее жизнь нужно продолжить. Я ее пересел на вот эту чашку. Но как видим, все-таки инфекция все равно попала сюда. Но вот в дальнейшем мы и понаблюдаем, что будет происходить. Рейши довольно-таки агрессивный мицелий, довольно-таки быстро растет. И как я замечаю, это такой древоразрушающий гриб. Наверное, что он будет, подхавает вот эти все там колонии, которые там есть. Наверное, что он это все возьмет под себя. Вот такой сегодня у нас получился анализ наших материалов. Вывод делаем вообще очень положительный. Нет у нас бракованных материалов. То есть все получилось довольно-таки чистенько и красиво. Мицелии здесь растут и здравствуют. И на этом, в принципе, все. Сейчас еще сделаем материалы о ламинарном шкафе. Немножко пару слов расскажу. И на этом, в принципе, все. Вот. Смотрите.